Всем привет! Вы на канале Ведро Йот Гейминг, меня зовут Александр, сегодня посмотрим в неочередную предложку от сообщества на ютубе. Чё это такое? Ну представляете, есть такая функция на ютубе, сообщество называется, и там можно оставлять свои предложения. И как это всё выглядит? Вы сюда заходите, тут есть такая мордашка-симпатяшка с темкой, и сюда можно написать игру. Их сейчас пока мало, и это мне даже, наверное, радует, так сказать. Потому что основной список предложений очень большой, и он везде. Он в комментариях, а ВКшечки, где только не предлагают мне игры, я их сейчас составляю, но очень сложно работать с этим списком, особенно когда ты его, блин, дом забыл. Поэтому есть вот такой вот списочек, и он маленький, и очень удобный. То есть, смотрите, я просто сверху вниз иду, это я сделал, 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 хоп, остановились. А Вячеслав Сингереев написал, Dead Effect 2, оцени, сними, сейчас всё сделаем, спасибо за предложение, так сказать. И получается, что я игнорирую большой список, потому что, блин, я его дома опять-таки же забыл, да. И делаю внеочередной видосик по сообществу на Ютубе. Короче, если здесь оставлять, то есть шанс, что игрулечка быстрее на канал появится. Но это не точно, да, как-то так. А потом сюда заходим и начинаем говорить, что это крутая игра Dead Effect, так это называется. АPP Holdings её сделали замечательным. 4.3 средняя оценочка, более 5 миллионов скачиваний, и важно, 18+. Так что, детишки, ребятишки, прочь от экранов, так сказать, да. Вот такие картиночки нас ждут, это какой-то космический полухоррор, полутэкшен, не пойми что. На первый взгляд, опять-таки же, похоже на Dead Space с чем-то, ну, наверное, первым словом и антуражем. Ну, короче, такие картиночки нас ждут, они всем по-английски, так что нифига не понятно. Кошмар не закончился, окунитесь в темноте на борту ES Merdiant снова. Но, к сожалению, я в первую часть не играл, предложили вторую, так что её сразу же и смотрим. Средняя оценочка 4.3, геремплей 3.7, график 3.8, управление 3.6. Комментарии тут очень классные, но непонятные. Ну, сами посмотрите. Игра супер, но ставлю 5. Ну, типа, логично, но ставлю 5. Есть недостатки в настройках звука, нет надписей. Что к чему, что регулировать непонятно, есть небольшие лаги. Любой противник в игре вроде идёт к его слышным, и видно, и стреляешь, но бывает он пропадает. Короче, какое-то сочинение. Пятого класса, да, как я провёл летом. Ладно, едем в бой, смотрим, что за игра такая. Главное, что она бесплатная и вроде бы крутая, потому что всякие NVIDIA и так далее её представляют. Вот. А можно эту убрать? Спасибо. Итак, загрузка прошла, никаких мувиков не было. Мы в главном меню, давайте посмотрим настройки. Знаете, что бесит? Белая полоска, я её, наверное, вырежу, а от кнопочек на Android она не скрывается и лупит прям в глаза своим белым цветом, да, светом. Так, что есть? Шрифт полностью нечитабельный. Я не вижу, что написано. Параметры игры, настройки видео. Давайте в настройки видео зайдём. Всё высокое! Качество теней, высокое давайте. Размытие. Размытие это хорошо или плохо? Я не знаю. Ну, давайте поставим высокое, чтобы было нам прям классненько, да. Так, параметры игры. Чувствительность. Это всё мы будем делать. Кстати, помните игру The Sun? Как-то там она называлась. Мне предлагали 100 лет назад, но у меня был стрёмный телефон. Можно в неё вернуться, поиграть. Пишите, что думаете. О, господи! Ладно, я пока сюда лезть не буду, мне страшненько. Назад. Кард контроллера. Ладно. Всё нормально. Давайте поехали, а то время мало. Я не знаю, сколько успеем пройти, ну, хотя бы что-нибудь просто посмотрим. О, господи! Выберите персонажа. Ну, меня, в принципе, устраивает штурмовик. А тут ничего не меняется. Тут вот так вот, да, только меняется. Лук! Чувак с луком бегает. Основное оружие дробовик. Я хочу со штурмовой винтовкой ходить. Это такой, наверное, варьер, который забалансенный. То есть, ближний-дальний бой нормальный и так далее. А какая первый межзвездный колониальный корабль, отправленный с Земли на Тау-Сити? Гигантский корабль, несущий на борту лучших представителей кого-то там. А большинство колонистов были погружены в криогенный сон. Лишь небольшая группа специалистов осталось бодрствовать и продолжать научные исследования. И тут что-то пошло не так, да? Отбросив ограничения, сдерживающие их на Земле, они разработали множество невероятных технологий. Им даже удалось победить саму СМЕРТ. СМЕРТ. Круто. Они узнали, как создавать жизнь и превратились в монстров. А что, не знали, как жизнь создаётся, что ли, дебилы? А, наверное, ну ладно. Царство террора и безумной науки на корабле положил один храбрый солдат. Сам оказавшийся частью очередного безумного эксперимента, он вырвался. А это, короче, история первой части. Окей, спасибо. В мире справедливости этот солдат стал бы героем, но не стал им. Потому что, да, сохранение в облаке, окей. Ну, я всё-таки надеюсь, что это экшен с крутым геймплейным моментами каким-то, нежели хоррор, где надо шкериться под столами и читать записочки. И это меня просто раздражает. Главное, глава первая, киберпробуждение и возбуждение кибера. Давай, погнали. Учёные, наиболее тяжёлый. Хорошо активируйте зрительную кору, остальную часть мозга оставьте блокированный. Вы уверены, что хватит белик? О, это же белик из GTA 4. Следить за светом. Несколько часов спустя. Игра крутая, часы летят вообще незаметно. Блин, что он... Я здесь, вставай. Осторожно, не спеши. Начинается, как этот, блин. Хардкор фильм. Ну, блин, полнутелли весь. О, нет, ты стекаешь кровью. Ничего. Тебе нужно... Медикамера, использую эту кнопку. Куда идти-то, господи. Вон там, есть плюсики, я туда иду. Нет времени. Задача исследуйте. Ну, вот она вроде, да? Follow. Управление, пипец, я буду страдать. Так, всё. Я надеюсь, вам не сильно громко. Ну, хотя громкость прям на пределе там. Задача идите к лазерам охранной системы. И шо? И пройдите сквозь них так. Воу! А, задача отключите. Какой толк от этих лазеров, если они... А, ну, наверное, они защищают от входа. Положите палец. А я боком положил палец. Чё вы меня тут отвлекаете? А чё, у меня доступ был? Ну, прикол. Видать, это какой-то этот бывший работник. Так, всё, у меня есть пушка. Колотушка. Погнали. Похоже на какой-то сафаринг, знаете? Ну, конечно, атмосфера совершенно другая, но, блин. Старый такой олдовый экшн-хоррор тыры-пыры, да. Прикол. Так, патрончики я вижу, давайте возьмём. О, прям скримачки есть. Надо в наушниках играть, блин. Я так атмосферу просираю, когда вот так вот видосы делаю. Потому что я вообще ничего не слышу. Так, локет, чпокет, боезапас полный. Ну, короче, тётка сказала слушать её, да? Давайте попробуем вопросик сделать, чё это... О, нам подсказывают, куда идти. Замечательно. Мне нравится. А ещё, по-моему, сейчас ко мне приедут и этот кусочек я вырежу. А может, нет. Тупый вопрос начнутся, а чё, кого, куда? Так, это чё, нормальный парень, нет? Так, смотри, в оба. Одна из этих... О, так это же... Это будет сложно, вы понимаете, да, как я целюсь? Да. Это будет крайне сложно. Перезарядимся, возьмём... О, они прям исчезают. Не, прикольно сделано. Мне нравится. Ой-ой-ой, здравствуйте. А, это что было вообще? Я не вижу, но... Я, наверное... Задача выполнена. Окей. Я пойду патрончики возьму. Так, это прицельчик. Это крайне сложно, блин. Это реально сложно. Мне надо, во-первых, знаете, что сделать? Настройки и привязать джойстик. Расположение кнопок. Ну, а его нельзя привязать, наверное, да? Ну, ладно. Ладно, погнали. Вот, плавающий виртуальный джойстик убрать. Ненавижу. Он из пальцев убегает. Вот, самая норм. А он теперь вообще не едет. Почему? Почему ты не едешь, парень? Ладно, место поставим. Плавающий джойстик не плавает, да? Ладно, погнали. Так, патроны надо взять, да? Сколько времени у нас осталось? Минут 20 есть. Представляете, мы наиграемся полностью. Так, а где патрончики? Ну, атмосферник прикольно сделанным. А очень сильно, знаете, даже, что напоминает чужой против хищника. Байзапас полный. Какого черта я тратил его? Или он бесконечный? Ну, а теперь не полный, ну и ладно. Не дамажит, нет? Ну, вроде нет, нормально. Обычно дамажит, такие штуки там. Хотя мы, наверное, в каком-нибудь скафандре. Так, двое... Эти... Пути, куда идти? Давайте сюда пойдем. Осторожно, только что было активировано... Что-то там, какого черта? Он нас записал, короче. Нас запомнили. Все, надо теперь держаться в остром. Извини, он не был подключен, и я не заметил его, к счастью, у него нет. Ну, ладно, здравствуйте. А пульки сами наводятся? Давайте проверим. Не, нифига. Ну, точно зашкаливает. Может так сделать? Я не успеваю читать. Я, видишь, занят. Я тут зомбаков убиваю. Ну, с патронами, наверное, будет беда. Бабушки. Замечательно. Ну, игра прикольная. Мне нравится. Все так добротненько сделано. Я не понимаю, почему она бесплатная, блин. Где подвох? Надо просто задонатить, чтобы пройти или что? Или время ограничено опять? Ну, я бы купил такую груду, да. Надо еще запоминать, куда кто идет, да? Или нет? Так. Убейте... Убейте коворочку. Задача убейте. Все просто. А вон он, смотрите, кушает. Приятного аппетита! Вот я вот что ненавижу, это в воду. В экшенах. Там все время что-то... Что-нибудь злое сидит. Ёб, РСТ, блин. Это было страшненько. Не так сильно прям, но... И испугался, да. Ну, давай, давай. Сейчас что-нибудь выключится, какой-нибудь свет, да, как обычно. Чпинг. Установить амплитуду и частоту с помощью ползунка. Ну, это прикол, да. Прикол, 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 прикол. И шо сделать-то? Вы мне по-русски скажите-то? А, господи, боже мой, окей. Вот он вот так вот расширяется. Точно копию надо сделать? Сейчас замутим, пацаны. О, е-бой. О, е-бой. Окей, едем дальше. Это было сложно. Самая сложная головоломочка в мире там. О, господи, мужик. Ты чё такой жёсткий? Он ещё уворачивается, собака. Что-то подняли, что-то подняли. Зомби! Ты точно зомби? Может, ты живой? Может, ты... Это пранк, бро! Нет. Окей. Шо это такое? Куда я нажал? Не знаю. Сюда куда-то, что ли, нажал? Чё у нас по здоровью? Нормально? Мы успеваем их убивать? Или мы, может, уже ранены и сами как зомби? Нет? Ну, ладно. Ну, пока вроде норм. Это пока, да. Потроняки. Посыбом. Я по-любому кучу всяких интересных мест пропустил. Ну, да ладно. Если чё, вернёмся. О, господи, сколько вас тут? У вас тут туса? Зомби-ст? Что? Ой, меня чем-то стреляют, что ли, или чё? Не понял. Ничего я? Ну, да ладно. Пока вроде было норм. Ой, извините. Перезарядимся. Так, в шкафчике по-любому лежит чё-нибудь вкусненькое. Давайте похаваем. Коснитесь, чтобы выбить двери. Ну, прикольно, да. Элементы сделаны прям-таки под тапы, да. Бабушки и не бабушки. Замечательно. А, думали, я не замечу, что ли. Вот они лежат. Ну, блин, так сложно не заметить. Такой блин светящийся там. Нормалёк сделан. Что это такое? Это какой-то развод, блин. Выглядит как лут, а это не лут. Что это такое вообще? Может, по сюжету как-то связано? Ну, ладно, посмотрим. Так, окей. Мы дошли. Чёрт, это что? Там есть что? Разве не ясно, что? Да я не понимаю, блин. Тут огонь какой-то. Ну, ладно. Мне кажется, в другую сторону надо откручивать, закручивать. Нет? Ну, ладно. Пусть будет в этом. Так, думал я тебя не замечу. Сейчас, подожди, так. В брогу. А, броги 3, 4, 5, 6. А чё такой жирный? Пацаны, пацаны, пацаны. Стой, 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 мужик. Всё. Ну, вроде норм. Хе-хе-хе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Извините, да. Кнопочка под палец залазит. Фоллоу. Окей, фоллоу. Да это я, это я. Чё вы? Чё, нет? А чё нет-то? Ну, доступ разрешён. И чё? Вот. А чё б я с первого раза не получилась? Ну, погнали, чё. Так, ты живой? Нет, мёртвый. Я уже взломал дверь, веду ещё отсюда. Как только ты поднимешься, мы сможем уйти. А кто ты вообще такая? Так, стоп. Я здесь, по-моему, был, нет? Так, ладно, давайте. Где тут вопросик был? Вот сюда надо идти. Сейчас меня она заманит в какую-нибудь замануху, нет? Чё-то мне это не нравится. А чё происходит-то? Ой, ой-ой-ой, как страшно. Ну, здравствуй, тётька. У меня глаза ниже. Или это я грудью смотрю? Ладно, пофиг. Она сказала, фоломи, но мы, естественно, пойдём в другую сторону лут смотреть. Тут нифига нет. Здесь не безопасно. Квест завершён. Сохранение в облако. Пожалуйста, подождите. Ну, в принципе, на этой прекрасной ноте можно закончить. Потому что время осталось у меня вообще чуть-чуть. Но получится тогда видосик маленький, да? Так что давайте, наверное, просто пофанимся, пробежим ещё. Может быть, что-нибудь успеем. Кибер-пробуждение завершено на 33%. Почему? Не знаю. Продолжить нажимаем. Давайте, погнали. Выберите свою награду. Чё это такое? Ящик с патронами для слабаков. Мгновенная аптечка для слабаков. Одноразовая батарея для слабаков. Давайте аптечку возьмём. Новое достижение. Вау! Будем качать свой этот аккаунт. Интермедиа. Основание базы. Локация. Секретная база. На данный момент это безопасное место. Пора найти некоторые ответы. Окей, давайте погнали. Солдат уверены, что эта часть корабля... Пустует, наверное, скорее всего. Страшно, блин. Я думал, джижек это. Ну чё? А почему поговорим об этом? Потому что сейчас я должна проверить тебя. Что? Ты, Гунар Дэвис, один из лучших прототипов по итогам исследований на Медридорум. А твоя физиология и психика окей. Ну и из твоего личного следует, что с тобой что-то не так. Я умираю. Это медленный, но заметный процесс. Твоя нейронная сеть перегружена. Окей. Способности. Хорошо, я чувствую. Сейчас, да, но с этим нужно что-то делать. В твоём личном деле сказано большинство. Твои функции отключены. Смотри. А, ну вот, мы по мере прокачки за баблишко будем их разблокировать. Окей. Переобуться. Крутая кнопка. Ударная волна создаёт мощный электрический импульс, который сбивает. Мне нравится. Берём. Поздравляем, вы приобрели новую способность. И шо? 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 Обновить. Надо было всё прочитать, наверное. Ну ладно. Я думаю, ударная волна хорошая звучит. Звучит, да. Хорошо. Так, чё ещё было? Астазия. Защитное статическое поле. Блин, как круто. Создавать энергии. Короче, ударная волна мне нравится больше всех. Окей. Закрываем. В твоём личном деле сказано большинство злотовых отключено. Окей. Говорить. Кто ты? И кто ты? Я что-то вроде тебя, другой эксперимент, но у нас нет на это времени. Я расскажу о себе позже, сейчас назад. Говорить. Ну, это что случилось? Итак, что случилось? Последнее, что я помню. Это как я убил придурка Вагнера. И его смерть всё изменила. Часть автоматизированных реакций системы, которые они блокировали и активировались. Это разбудило основные силы отряда реагирования. Они связались с землёй и начали наводить порядки. Это означает истребление всего, что сделал Вагнер, включая нас. Они сразу же выслали за собой одно из подкреплений и, похоже, их парализаторы стёрли твою кратковременную память. Солдаты охотятся на нас. Почему они хотят уничтожить нас? Потому что мы являемся объектами исследования. Новый приказ касательно объектов исследования гласит уничтожить и поместить в криоэстазис терапыры терапырем. И даже если тебя сохранит жизнь, то если ты... Короче, нам трындец. И что теперь там? Вряд ли мы выстоим против всего экипажа в одиночку. Поэтому предлагаю заручиться помощью. Мне удалось найти расположение криогенной капсулы. Тебе нужно найти его. Короче, освободите какого-то мужика. Миникин, детали. Приступите к выполнению задания. Окей, хорошо, я готов. Отлично, я подключилась к сети корабля и помогу тебе всем, чем смогу. Ну, грязную работу я буду делать. Так, ну, меня, в принципе, всё устраивает. А у кого я что покупаю? Где тут вообще рынок? Откуда деньги берутся? Я понимаю, что я лутаю их, но, блин, мне нельзя дать. Я же спасаю нашу жизнь. А почему мне нельзя дать такой вот крутой нож какой-нибудь? Я нажимаю продолжить и мы рвёмся в бой. Потому что осталось у меня 6 минут. Вряд ли мы что-нибудь успеем сделать. Но повеселимся точно. Игра, в принципе, прикольная. Мне нравится. Голосуйте в голосовалочке. Продолжать меня её снимать? Нет. И вы всё, в принципе, знаете. Правый верхний угол, там, фигота такая вылезает. Да, нет. Тыры-пырым. Начало квеста. Найдите главного инженера. Погнали. Всё. Быстренько, быстренько. Не останавливаемся. Так, сюда, не сюда. Патроны берём. Они полные. Нет, не полные. Ладно, бежим. Я попробую взломать. Ну, будет быстрее, если ты найдёшь карту. А где? Ну, давайте сюда пойдём. Я не вижу карту. Тут вообще тупняк. Погнали. Так, давайте дальше. Отсюда я вышел, да? Нет? И шо, 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 шо? Ой, как прикольно. Можно по скиллу палить, пацанов. Ну-ка, давайте попробуем. Вау, прикол. Ну, это станы их не убило. Блин, а тут дробовик бы лучше был, да? Нет? Так, патрончики взяли, побежали. Шустряка какой-то. Жердяй, по-любому, плеваться будет. А-а-а, точно! Почему все жирные чуваки плюются? Он ещё и шустрел. Пипец какой, блин! Отстань от меня, чувак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По ногам стреляй, танцуй, сволочь. Вот это я и говорил, что, блин, я в экшены играть не умею. Вообще не умею. Так, специальная какая-то фигета выпала. Мне надо вторую кнопку сделать, блин. Так, кнопка выстрела нужна ещё слева. Так, карта лифта найдена, всё. Да так, правда, быстрее. Да, конечно, быстрее мне. Вон, одно деление здоровья сняли, пока ты там что-то тупила, блин. Жирная сволочка какая-то. Плюющаяся. Так, всё, погнали, 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 погнали. Есть. Ну, давай, нажимай ещё, чё ты. Ну, здесь же выход будет, по-любому. Меня бесит тоже в экшенах. Заходишь в одну сторону, дверь в другую, ты такой стоишь. А, тут нет дверей. А, сзади уже монстры. И страшно, пипец, да. Здорово, мужик. Кажется, нас заметили. Релоудед. Вы это, пацаны, подсказываете, чё она мне пишет? Я не вижу нифига, да, я увлечён. Так, вы входите в запрещенную зону. Пожалуйста, держите свою идентификационную карту. ТРПР. Осторожно, я заметил всплеск активности. Уничтожить мощного зомби. Покажи, что у тебя есть. Застанели и расстреляли, да? И побежали. А тебе вот по этой зелёной штуке приятно ходить? Вообще, нет, мужик? Я побежал от тебя, мужик. Ну, не сказать бы, что было сложно, но прикол, прикол. Сложные такие цельки. Это был побочный проект. Первоначальные исследования были сосредоточены на способах, что там, рыбы. Энергетические импланты изначально создавались на этой основе. Проверь данные планшета. Что? Неважно. О, господи, что это такое? И время идёт, да? Нет? Что сделать-то нам? Подключите чипы для уменьшения числа на сканере, ну, точно до нуля. Так, и чё? Ну, 10. Неудача. Типа сложить надо, да? 18 плюс что? 5? Нет. Я не вижу. Ну, типа 10 и... Вот, да? И всё успешно. Окей, это было круто. Необычно, блин. Каждый раз какая-то мини-игра. Клайкусик, что ли, наверное. Чёрт, они заблокировали датчики, прости. Я не заметил этого. Да ты вообще нифига не замечаешь, блин. Дурында. О, борги эти. Борги-упорки. Блин, тир какой-то, слушайте. Да, попади в него. Надеюсь, нас не спалили. Я боюсь, что он с другой стороны выглядит. Вот так вот, мать его. Куда он делся? Где ты? Страшно, блин. Тупорылая совинья. Жесть, пацаны. Это было страшно. Мне как будто в ухо что-то залетело, короче. Вон ещё одна сволочь бежит. Я материться, наверное, начну с этой игрой. Чё так люто-то было вообще? Они же медленные. Ё-пэ-расотэ вообще. Ё-пэ-расотэ вообще. Если играть в это в наушниках, в темноте, то, наверное, будет весело, да. Ну, а так спокойно, смотрите. Ходишь, монетки собираешь, ничего сложного, да. А потом вот такая хрень в ухо залетает. И всё. Так, давайте проверим, куда нам идти туда, потому что что-то кругами уже пошли. Вон терминал 12 метров. Ну, карты вроде небольшие, но всё равно можно заблудиться по этим коридорам. Вот бабушки лежат, заберём. Блин, время у меня уже выходит. Ну ладно, давайте будем, наверное, доходить, добивать до конца. Чё это такое? Процесс разморозки активизации. Ну, представляете, он сейчас зомбарём таким же сильным станет. Всё, капец будет. Так, куда идти? Довольно удобно. Прикольно сделали. Почему она бесплатная? Расскажите мне. Она не выглядит, как бесплатная игра. Тут не надо фармить левелы. Не надо бесконечно количество раз повторять миссию, улучшать лут с помощью рекламы и так далее. Тут просто сидишь, играешь. Чёртова наука. Поговори с ним, попробуй привести в чувство. Окей. А чё такой пузанчик, пацанчик? Ну ты долго встаёшь, чувак. Вообще, я же зазевался уже. Здорово, мужик. Вон с пистолетом. Ладно, стой, разговариваю, я вон туда пойду. Ну там бабушки пока собираю. Дверь похлопаю. Опа, опа. 91. 70. Нет. А, уже нельзя, да ничего сделать. Ну ладно, давайте. 26. Минус 5. Неудача. Нам подсказывают, что 57 надо сделать, или чё? Ой, да ладно, не жужжите мне, пожалуйста. Нет, это что-то другое. А, вот кнопочка отменить есть. А, да чё, куда жать-то? Десяток я не вижу. Глаза разбегаются, если честно, да. Пятнашки тоже нет. Это сложно, блин. Тут реально методом тыка только. Вот смотрите, 37. 21 нету. 31 есть, да, допустим, вот так вот сделаем. 23, вот, всё, нормально, успешно. И чё? И чё я открыл-то, а чё тут лежит? Я ничего не вижу. А, там какая-то медицинская аптечка выпала. Там интересный чувак уже наговорился, нет? Что сделать-то? Дойти до сюда? Да без проблем, мы уже дошли. Изи. Погнали, мужик, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Время идёт. Это страшно. По-солдатски пойдём, да. Ой-ёй-ёй-ёй. Да, блин, я собак бью, там какой-то солдат убежал стрёмный. На! Да, блин, ты сдох или не сдох? Это, типа, замедление времени было или чё? Ну, убили солдат, ладно. Ну, как всегда, управление так себе. Если бы здесь была автострельба, было бы немного поудобнее. Правда, к этому меня проводит, а не я его. Вот тут уже зомби пошли. А будут потом зомби-солдат с автоматами, интересно? Ну, это вообще как нигра стреляет. Такой, да-да-да-да-да-да-да. Ой, здравствуйте. Экономим патроны. Так, задача выполнена. Но я чувствую уже финал, да? Ну, естественно, если смотреть такую игру на компьютере, то это будет, ну, максимально нелепо, примитивно и так далее. Ну, для телефона, я думаю, это в самый раз. Рыбки плавают. Пуля непробиваемая, однако. О, мы тут шалили, по-моему, уже нет? Обратный путь чист, приведи его. Мне нужно восстановить мини-кину мозг, пока не поздно. Да он что, без мозга, что ли, ходит? Чувак, ну-ка, посмотри на меня. Как дела? Ну, ладно. Не разговорчивый. Пузом такой, бэмс, активировал. Приложить свое пузо. Ну, графоник прикольный, мне нравится. Я только не понял, что за размывки, чего есть? Сохранение в облаке, пожалуйста, подождите. Ладно, давайте мы с этого места и начнем в следующий раз, если, конечно, вам зайдет эта игра. Голосование сверху, как я говорил, голосуйте и решим, что с ней делать дальше. А пока что на этом все. Еще раз спасибо за предложение, спасибо за просмотр. Всем спасибо, всем пока. Играйте в крутые игры и предлагайте свои игры в комментах, в сообществе на ютубе, в экашке и так далее. Пока-пока.